Рим! Когда в Риме, когда было в Испании, было написано, что это не только великая артистка, а великая пьяница. Расскажи вот эту историю. Ой, не надо. Ну расскажи, пожалуйста. Ну в интернете, у меня в живом журнале. Ну Рим. Ну Андрей, попроси, чтобы она рассказала. Нет. Ну Рим. Ребята, мы их укачали. Ну на самом деле, ну расскажи эту историю. Ну Рим. Ну на самом деле. Расскажи. На самом деле, потому что это никто уже... Потом это где-то не услышит. Обязательно, обязательно делает прием. Каждый, который приезжает, любая страна. И по этому поводу мы везли с собой почему-то докупленная водка, икра и колбаса, которые тут не было. Все это привезли в Испанию для того, чтобы сделать прием. Там руководство или еще кому-то. И было это почему-то в 11 часов утра. В каком-то кафе. А так как я главный... Там... А почему это была главная? Мы окружали только мужики. Рим, ну расскажи, что ты получила просто главную награду в Сан-Себастьяне, золотой приз ты получила. Не хочу. Да. Не надо. Значит, и мы должны были принять каких-то боссов. Ну я не знаю там, что такое. Мало того, что у меня безумно болели ноги, потому что у меня малы были туфли, я пыталась все время сесть. А так как никакого представительства в Испании не было, потому что была фашистская страна. Там Каугельо Франко жил и вся его, так сказать, свита. А у нас картина, направленная против фашизма, против войны. Поэтому вот такое объявление маленькое. Короче говоря, и президент экспортфильма Атар Тайнишвили, такой был в Париже. И он, так как представитель от Советского Союза в Париже. И он с нами поехал в Испанию, потому что там никакого представителя. И как бы главный он. И он нас и говорит. Ну да, я все время сидел. Вдруг он подходит и говорит, ты можешь выпить стакан? Я говорю, а зачем? Это не важно. Ты можешь выпить стакан? Утром, 11 часов. Я говорю, ну давай. Причем я не... Я говорю, Атар, я говорю, а что дальше-то будет? Я же упаду лицом на асфальт. Он говорит, дальше не волнуйся. А Салтыков, который не любил выпить, он говорит, я могу. Он говорит, не надо. И я подхожу, стоят седовласные какие-то. Я подхожу, а там такой стакан. Вот такой вот. Вот узенький этот самый и вот так вот. Такой. Граненый. Да. Не граненый, а... Круглый, грамм 200 или 300. Вот такой, да. И там кладут. Причем они... Когда водка была непаленая, естественно, привезли. Все в восторге от этой водки, потому что наливают прям крошечку, вот такой булыжник. Значит, ляль. А-а-а-а-а-а-а. Там восторге. И я, значит, подхожу с этим стаканом, значит. Она мне наливает немножечко. Лед я... Не надо. Я говорю, еще. И, значит, она еще наливает. Я говорю, еще. И потом мне покажут. Я вижу, как... Я что-то там задаю какие-то вопросы, они не отвечают, потому что они смотрят на меня. Причем я держу вот этот стакан, там грамм 250, это даже, если не 300. Причем Салтыков стоит, смотрит, а он знает, что я не пью. Он думает, что сейчас я лобанусь просто. И я... Вы можете себе представить? У меня... Я когда поднесла, я так сказал, за ваше здоровье, у меня вот здесь спазмы, я чувствую, как у меня... Сдавил, и я думаю, боже мой, что же... Ну, ребята, вот что значит психологически, что я от того, что не чувствую, и что это надо, я пила просто как воду. Я не чувствовала вкуса. Я выпила, и там вот эта тарталетка, и так закусил, и раздался гром аплодисментов. У меня кто-то... Они совершенно в шоке были. Я все время ждала, когда я колонусь, и вообще обливать буду, или я не знаю, что... Но ничего. И на следующий день? Ничего. И на следующий день. Я бы... Мне приносят... Я не понимаю по-испански, конечно. Но мне бы переводчик приносит, говорит, Рим Васильевич. Ну, посмотрите, газеты. Все газеты... Начало газет просто... Она не только... А там великая... В смысле, вот как сейчас, звезда. Она мяу сказала, звезда уже... Вот тогда написано, она не только великая актриса, она великий пьяница. Браво, Рима. Шикарно. На самом деле, браво. Я выпил... Все газеты... Мало того, я летела... И... Парижские газеты... И там написано. У меня эти газеты есть. Представляешь? Я отару говорю. Ты можешь себе представить, что... Что мне теперь делать? Это же я уже видел вот про себя вот в этом клетке. Представляешь? Выпить стакан... Ну, ничего. Я начала там... Кто-то это пригласил. Я все время переслушивал себя, думаю, ну, когда же это что-то будет? Ничего. Вот как психологически подействовало. Так, что я... Марка. Совершенно не... Сумасшедший рассказ. Да, ну, согласитесь, сука. Три, ну, две...